Только в Союз Обувь вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, бить настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Информационный канал Гора держит руку на пульсе событий. Мы продолжаем. Он тоже хотел встретить Новый год дома. Пес по кличке Ред, который угодил в капкан Догхантера в Кирове, наконец обрел хозяев. За судьбой питомца следил весь город. Сейчас Ред уже самостоятельно питается, привыкает к новым стенам и поводку. Правда, все еще с опаской подходит к людям, жмется к стене от страха, но уже дает себя погладить. После травмы необходимо время, чтобы собака восстановилась физически и психологически. А счастье, которое не зависит от породы Юлия Ситникова. Сейчас Ред чувствует себя намного лучше. Он идет на поправку. У него уже закончен курс антибиотиков. Сейчас пациенту дают только обезболивающее. Без него пес чувствует сильную боль и дискомфорт. С должным уходом раны заживут, но с доверием к людям будет сложнее. После всех пережитых ужасов Ред боится людей, но учится опять им верить. Воспитатель Реда говорит, что это долгий процесс, который займет около полугода. Но собака уже делает большие успехи. За неделю колоссальный прогресс. Он стоит в обществе людей. А до этого он забивался в угол и даже из клетки боялся выйти. Мне пришлось его вытаскивать. Напомним историю Реда. В начале декабря он попался в капкан. Ему передавило пасть. Десять дней он не мог ни есть, ни пить. Искали пса волонтеры. Многие кировчане переживали за его судьбу. Нашли его совсем ослабевшим и отвезли в клинику на срочную операцию. В числе волонтеров оказалась и Юлия Целищева. Она сразу прониклась печальной историей собаки. Когда пес наконец нашелся, у нее не было сомнений в том, что его нужно забрать к себе домой. Сначала новая хозяйка думала сделать для него утепленный вольер. Но для пса после операции это слишком холодное место. Поэтому было принято решение обустроить для Реда отапливаемый вагончик. Ну, сейчас самое главное – найти с ним контакт. Постепенно, так, пошагово. Будем консультироваться с кинологом, потому что он к людям не привык, а доверял. И чтобы у него уже исчезло желание сбежать. Потому что сейчас гуляешь, он же привык сам по себе бегать. А с такой травмой тяжело, скорее всего, будет ему уже в природе. Надо его так адаптировать, чтобы он уже забыл, как он был на улице. Чтобы ему было настолько комфортно и естественно жить с человеком. Врачи предложили сделать Реду пластическую операцию. Пересадить кусочек кожи, чтобы скрыть торчащую кость и создать новые носовые проходы. Сейчас есть риск того, что они зарастут и дышать нормально пес не сможет. Операция пока невозможна, потому что идет процесс заживления. За псом будут наблюдать около месяца и уже потом решится вопрос с пересадкой кожи. Пока срочная пластика собаке не требуется. Но неравнодушные кировчане уже собрали на нее деньги. В любом случае деньги пойдут на важное дело. Волонтеры помогут, если не Реду, то другим собакам. Сначала мы решаем вопрос с Редом. Как у Реда решится? Будет операция? Не будет операции? Что нужно еще? Сколько потратить на его лечение? После того, как эта тема будет закрыта, тогда мы поднимем вопрос о том, куда потратить деньги дальше. Теперь Ред находится в полной безопасности. За ним присматривают новая хозяева и ветеринарные врачи. Позже его познакомят с новыми друзьями. У хозяев уже есть собаки и кошки. Новая хозяйка надеется, что пес быстро привыкнет к новой жизни. Сейчас Ред уезжает домой на этой белой машине. Хозяева подготовили для него теплое помещение. Там его ждут и другие домашние питомцы. Правда, сегодня они не встретятся. Еще слишком рано. В любом случае, сегодня Ред впервые едет домой. Юлия Сидникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».